Еще недавно Крайний Север ассоциировался с образом героя, полярника, романтика, человека особенного во всех отношениях. Съезжались люди с матушки России в крайне обжиты строить города. Их не пугали ни мороз, ни мошки злые. Они приехали, чтобы поселиться навсегда. Едут на время, а остаются надолго. Родители сначала сюда осваивать приехали, а потом уже мы. Мой муж отсюда, а и как бы поэтому приехала сюда. Очень давно тогда мы еще при Союзе. Сел-то, поехал, свобода была. Ну, сначала у знака, и на три дня как... А, на три года. И потом пришлось вот эти 30 лет. С 79-го года мы тут уже выросли, и наши уже и дети, и внуки, и правнуки уже появились. Мы приехали сюда, как все приезжают, на год, на два, на пять машину заработать. А остались уже 25 лет на пенсии работаем. По совету наших друзей с Украины, ну, мы приехали на один годик. И так нас север затянуло. Остались мы вот уже 20 лет. Мы здесь на севере. Приехала просто к знакомым, и зашла в стоматологию. И все, в общем-то, сразу в охапку. И не дали уже сорваться. Я думаю, многие согласятся, что жизнь на крайнем севере непростая. Суровый климат, полярная ночь. Далее только лед, снег и вечная мерзлота. Ни следов человека, никаких раскопок, никаких руин. Но, несмотря на трудности, север и сегодня притягивает людей. Нефтяная и газовая промышленность, рабочие места, небольшие города и поселки. А чего же здесь все-таки больше? Плюсов или минусов? Город очень красивый. И то, что холодно здесь, вообще никак не влияет. А минусы? Минусов мало. Как бы я их не вижу пока, потому что я сижу дома с ребенком. И особо таких не заметила. Минусы, конечно, в климате. Хочется побольше тепла. Плюсы? Наверное, более высокий заработок. Это, мне кажется, самый главный плюс на сегодняшний день. Скажем так, из плюсов я бы отнес красивую, богатую природу. К минусам я бы отнес слишком суровую холодную зиму. Ну, лучше здесь во всем. Кажется, и детям хорошо. Все выросли, выучились, и уже все взрослые. Ну, и мы сможем. Из магазинов, все доступно. Нет дефицита. Есть все, были только деньги. Раньше овощей свежих не было. Овощей не было. Овощей не было. Овощей не было. Ничего не было. Ничего. Сухая картошка, сухая морковка, сухой лук. А сейчас все есть. Ну, что? Радости и живи. Заработали здесь хорошую пенсию. Я считаю, что для нас эта пенсия очень хорошая. На Украине такой пенсии нету. Вот. Ну, и получили здесь квартиры. Дети здесь выросли, внуки у нас здесь растут. Что Север, конечно, нам очень помогает во всем. У людей на Севере формируются особые качества. Здесь, как на ладони, видно, кто чего стоит. И неважно, будь он русским, поляком или евреем. Здесь природа относится ко всем одинаково. То морозом травит, то с ума сводит, то опять-таки восхищает северным сиянием. Это мнение когда-то высказал польский журналист и писатель Мариуш Вильк. А как считаете вы, жизнь на Севере делает людей другими? Мне кажется, здесь люди совсем другие. Может, потому что из-за материально, они здесь подобрее. Как-то всегда, если хочется выручить, тебя выручат. Если там, ну, как я не знаю, как все объяснить. Мне кажется, проще здесь жить. Другое отношение, что ли. Немного добрее, мне кажется. Может быть, отличается. Наверное, что такие здесь северные условия благоприятствуют тем, что люди тут дружелюбнее, чем в других местах. Единственное, что бы я заметил, что это вот так и есть. Люди другие отличаются очень добротой своей. Более добродушные, не такие озлобленные. Знаете, они более оптимистичные. Они более... И добрее. И добрее, да и, я не знаю. И жизнерадостнее. Жизнерадостнее, наверное, вот так. Мне кажется, здесь более закаленные люди, более добрые и отзывчивые. Да, северные отличаются. А отличаются тем, что они намного добрее, чем все остальные люди. Потому что каждый живет в этих суровых климатических условиях. И каждый относится друг к другу с пониманием. Да, отличаются. Отличаются, я хочу сказать, здесь на севере добротой. Все равно во всем что-то, где-то кто-то помогает. Друг другу мы можем помочь. Те, которые мы знаем. Ну, естественно, город у нас много... Который мы уже 20 лет, мы друг друга много уже знаем. Вот, знаете, можно обратиться к человеку. Все равно могут помочь. Сегодня на севере живет около 8% населения России. Производится примерно пятая часть национального дохода страны. Около 60% совокупного экспорта. Еще Михаил Васильевич Ломоносов говорил, могущество России Сибири прерастать будет. Сегодня мнение великого русского ученого подтверждается. Но имеет ли возможность прерастать и строить свое будущее сами сибиряки? Возможно, да. Потому что есть перспективы. Город развивается, строится. Много помогает молодым семьям, таким, как мы, начинающим. Так что, думаю, да. Конечно, помогает. Многие люди отсюда отправляют детей учиться. Как бы зарабатывают, учат детей на земле. Дети все равно возвращаются и здесь начинают работать. По-моему, все стараются, что здесь на севере, что там на земле свое место найти, там добиваются чего-то. Поэтому разница, по-моему, нет. Не знаю. Все дети у нас здесь не живут. Им здесь не нравится, потому что очень мало молодежных, куда можно выйти. То в Тюмени, то в Низневартовске. Только если с его представлением, что он заработает здесь, только это поможет. А так сейчас почти уравнивало, если я наблюдаю. Ну, почти. Натянуто, конечно. Здесь пока молодежь может себя не только реализовать, но и финансово себя поддержать. Мне кажется, да. Чем? Потому что возможности другого человека, ну, естественно, полет мыслей более обширный для своих желаний. Если есть возможность, то и можно выполнить свои желания. Какие ставки сейчас сделает наш президент Вениелов? Вот бывали не Вениелов, а этот, скажи так, молодой наш, это... Кобылкин. Кобылкин. Какие разговоры ведутся, какие переговоры, какие ставки делаются на наш Ямал? Конечно. Газпром, газ есть, будем жить. Дети мои-то здесь и внуки мои здесь. Ну, конечно, уже, чтобы сказать, что север помогает им, север, конечно, тоже уже уступает. Мы, как старшее поколение, мы уже здесь заработали пенсии. Теперь, что делается с пенсией, мы не знаем, как наши дети, как наши внуки заработают здесь на севере, мы это не знаем. Строить, не строить, это больше зависит, мне кажется, от государства, как оно заботится о своем населении. Жизнь тасует нас, как карты, и только случайно, и то ненадолго мы попадаем на свое место. Как-то сказал великий русский писатель Максим Горький. Приехав на север однажды, мало кто быстро вернулся на большую землю, хотя, возможно, и хотел. А как сегодня ответят горожане на вопрос, хотели бы вы уехать с севера? Нет, мне страшно почему-то, мне как-то здесь стабильнее себя чувствую, чем на земле. Я туда приезжаю в отпуск, мне так как-то нормально, но все равно тянет обратно. Я приехала, мне здесь очень нравится, нравится то, что здесь столько много снега, красиво очень, как будто бы всегда Новый год. Ура, ура, везде эти огоньки, снежинки, елочки и все такое. На пенсию еду, перееду. А так-то пока нет, пока работаю. Нет, пока нет, нам здесь очень нравится, городок маленький, спокойный и, ну, нравится. Не знаю, прожили больше полжизни здесь и пока уезжать никуда не собираемся. Когда я сюда приехала, сначала было очень большое желание вернуться обратно домой. Ну, как-то, не знаю, затянуло, коллектив на работе очень дружеские, очень хорошо приняли, ввелась и все, все, в общем-то. Знаете, оно, как говорят, зимняя сказка, она сказка, но хочется больше реальности, хочется больше для себя тепла. Конечно, есть мечта у нас уехать, естественно, он уже к старости, ближе идет дело к старости. Конечно, мы мечтаем уехать, но еще не решили куда и знаем, что на Украине нас уже никто не ждет. Мы уже здесь, мы уже северяне 20 лет. Север, а в частности Губкинский, место, где я родилась, но юность свою я провела не здесь. Какое будущее ожидает на севере нас, молодых, покажет время. А пока мы живем в этом суровом крае, мы закаляемся и телом, и духом. И даже когда мы уедем отсюда, любые трудности нам будут уже по плечу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова